Друзья, мы сегодня встретили одного из организаторов и админов проекта Jambar Official, Степана Бордачева. Мало кто на самом деле знает, как он выглядит. Он выглядит вот так. Степан, ну, наверное, глупо спрашивать, как ты узнал о сборе. Что тебя замотивировало сюда приехать не одному, а с друзьями? Да меня вообще друг позвал изначально. А, то есть это не ты хотел приехать, а именно друг? Я так хотел, но я как бы его не звал, он мне сам написал, типа, давай, поехали вместе. Как тебе в целом атмосферка? Нормально, но приятно. Ожидал ли ты, что приедет столько человек или, может, больше, может, меньше? Я ожидал, что приедет Андрей Гудко. Да, грустно, что его не было. Больше ничего не ожидал. Хорошо, вот ты как админ, скажи, не заманало ли тебя делать уже эту теорию? Которую много-много лет вы разрабатываете так упорно. Но я-то не много-много лет разрабатываю. Не, но все равно ты сделал достаточно большую работу, как я, по крайней мере, могу судить. И люди в проекте. Вот как бы не устал ли ты от этого? А если нет, что тебя мотивирует продолжать это делать? То, что мы скоро закончим. Да, это правда, друзья. Смотри, опять же, ты знаешь, что некоторые люди недовольны всеми этими нововведениями. Что ты можешь ответить на это универсально? Ну, если ты не пользуешься названиями, наверное, в них и не лезть. А если лезть, то разбираться, почему так. Ну, да, действительно, это так. Скажи, какой элемент сегодня самый крутой ты сделал? Не знаю, наверное, вот это ЭДЕ в одном сиудокода. Хотя оно вроде простое. Ну, а все относительно, сам понимаешь. А как часто ты вообще сейчас тренишь? Ну, последние два месяца где-то я не тренил. А так, ну, раз в недельку, наверное, выхожу. Какие планы у тебя на предстоящий сезон? Какие элементы хочешь выучить? Хочу РК вернуть. А куда оно пропало? Короче, я тренил, получается, весной РКшки. И летом я тоже что-то их вспоминал, но редко. И во многом перешел на какие-то сальтушки, задку там. И поскольку там группировка, это противоположный навык, то я подслил те же РК, прогиб в них. Да и в целом, на самом деле, после лета я некоторое время не делал Ю-Ёшки. Максимум какие-то невеладные фигуры снимал на новичковую лигу, чтобы вата загрузить. И после этого, когда я где-то в ноябре или уже зимой попытался вспомнить Ю-Ёшки, я понял, что я тотально задеревенел. Вот, кстати, о новичковой лиге. Хорошо, что ты сказал. Ты же был одним из администраторов и активно ее прорабатывал. Как ты думаешь, это принесло плоды современной новички? Они зарядились мотивацией тренить дальше? Ну, в какой-то степени, я думаю, да. Есть пара новичков, которые на новичковой лиге прям все хорошо показали. Вот Женя, Тарасевич, Артем Арцинкевич. Им привет. Да, они, в принципе, из ниоткуда просто появились там в джимбар обучения и потом залетели на новичковую лигу. И после новичковой лиги показали очень хороший результат. Спойлерни немного. Что будет на будущей новичковой лиге, которая, кстати, начнется в июне? Будет. А уже не помню, да? Ну, будет разделение на новичков, более новичковых и более продвинутых. Потому что мы поняли, что они сильно различаются по навыкам, как вот в прошлой новичковой лиге. Те же Женя, Артем, они были в топе. И даже за счетом того, что Вениамин у них в команде АФК шел, они... Вениамин Пахомов, тебе привет. Тяжелая травма. Они вдвоем тащили и вдвоем, по-моему, даже выиграли. Да, это правда было. Как бы новички сильно разные по возможностям, поэтому имеет смысл их делить. Ну и сделать новичковую лигу немного другого формата в плане того, что новичкам не надо будет так часто быть активными, типа что-то там снимать, какие-то упражнения каждую неделю и так далее. Потому что мы их будем, скажем так, в конце каждого месяца проверять, что они научились просто и все. Вот ты давно работаешь в админском составе. Чего не хватает в нашем комьюнити, так сказать, тесном, чтобы работа шла еще интенсивнее, еще интереснее? В комьюнити проекты именно? Ну, именно, да, среди админов. Вот чего у нас не хватает, чтобы работа шла еще слаженнее, еще лучше, как бы меньше было каких-то спорных моментов, может быть, быстрее все как бы это дело продвигалось, развивалось? Ну, я думаю, ограниченность во времени, то, что как бы пчелы это делают просто так, для дисциплины, и из-за этого времени так много, как хотелось бы, и вопросы решаются настолько быстро, насколько хотелось бы. Да, это правда, времени бы нам действительно побольше. Как относишься к Саптаранию и к деятельности Алиха? К Саптаранию? Ну, в целом-то неплохо, как бы с тем же Доманом я виделся, он в жизни вообще нормальный чувак. Но, как бы, вот такие посты, всякие высказывания насчет джимбар офишал, они либо рофловые, либо еще какие-то, и, как бы, даже если это как рофлы, то своим это смешно, как бы, когда они понимают, что это рофлы и так далее. Типа та же самая тема в комьюнити с токсичностью, то, что челы могут друг другу оскорбление писать и угорать с этого, а когда какой-то новичок зайдет и посмотрит в паблик на это, он подумает, типа, а что, все баристы такие, что ли, злые друг на друга? И вот тут примерно похожая тема, то, что челы могут что-то плохое думать, хотя по факту этого нету, потому что никто в ситуации-то разбираться не будет, что там именно произошло, они просто что-то услышали и приняли это на слух. А Калиху? Калиху, ну, он в целом-то нормальный парень, как бы, судя по тому, что он писал раньше, он, ну, продвинутый в этом плане, то, что он шарит, но вот этого момента, что он много лет работал в проекте, помогал там, делал, много впахивал, а потом такой, бац, и все, вы все как бы говно, я ухожу. Это как бы странно, это просто странно, я этого, честно, не понимаю, в чем дело особо. И еще, кстати, по поводу него, то, что я не понимаю, это то, что у него были тутеры, довольно неплохие на ютюбе, которые он удалил. И сейчас в статье он постит другую информацию, типа, вот у него был тутер по группе Мартера, и он там рассказывал одну информацию, а сейчас в статье он, как бы, говорит другую, и, ну, какая-то странная вообще тема с этими статьями, он говорит, что... Нас тетка выгоняет, но мы сейчас договорим и закончим. Он, короче, говорит, что информацию, которую там, типа, долго рассказывал в том же центре подготовки, можно уложить в пять минут, но какая-то странная тема, потому что очевидно, что в эти пять минут ты многое не досказываешь, что может повлиять на результат. Завершающий вопрос. Как ты думаешь, джим-бар движется в правильном направлении в развитии? Поживем, увидим. По факту, друзья.